Я и так постоянно говорю про футбол. Где бы я не был, там, не знаю, сижу с друзьями в баре, мы обязательно затираем про футбич. А здесь можно делать то же самое. Ну, то есть быть в максимально кайфовых для тебя условиях, а тебе за тысячу деньги платят. Меня зовут Максим Лисовой, и я футбольный комментатор. Наверное, я имею полное абсолютно право говорить, что это не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. У меня тут журналистского образования. Учился я на рекламщика, собственно, и закончил университет как раз таки по этой специальности. Начал подрабатывать в Красноярске, в местном, ну, интернет-СМИ, так скажем. Я вот конкретно футболом просто схожу с ума по футболу, наверное, лет с пяти, может быть, даже с четырех, но никогда почему-то у меня не было даже какого-то поползновения в сторону мысли о том, что про футбол, его можно не только смотреть, его можно, допустим, о нем писать или о нем говорить, а тебе за это еще и деньги будут платить. Это для меня был какой-то просто новый дивный мир, и я увидел, что действительно, я пишу про футбол, мне за это платят какие-никакие бабки. Я думаю, ну, круто. Потом я понял, что все-таки если заниматься спортивной журналистикой на плюс-минус серьезном уровне, федеральном уровне, это нужно ехать в Москву. Ну, работаю я больше десяти лет, где-то лет 12-13, наверное, в сумме получается, как только я приехал в Москву, почувствовал в себе и желание, и силы заняться спортивным комментарием, футбольным комментарием и так далее. Чем занимается футбольный комментатор? Комментатор, я думаю, что это человек, который углубляет и поясняет происходящее на футбольном поле или на спортивной площадке. Происходит очень много всего. Происходит много всего непонятного для широкой публики. Вот до чего докапываться самостоятельно людям? Ну, бывает просто впадлу. Бывает просто вломы. Ну, зачем? Зачем человеку, который болеет, например, за Спартак, зачем ему тратить какое-то время на то, чтобы узнавать последние новости из команд. Есть человек, который ему все пояснит. Начинается все со стендапа, так называемого. То есть человек, который работает от бровки, приветствует зрителей именно своим лицом в кадре. Обычно все так, но сегодня чуть-чуть иначе. Как устроена работа комментатора? Ты работаешь из специального комментаторского бокса, так называемого, будки, там как угодно можно называть. Там есть экранчик по той же самой телекартинке, которую видят зрители. Шамиль, мой друг, коллега, с которым я работаю на этом матче, работает отсюда. Его личный ноутбук с различными статистическими моментиками. Собственно, просмотровый ноутбук, на котором те или картинку этого матча. Гарнитура. Собственно, наш серп и молот, наш рабочий инструмент. Самый волшебный, наверное, момент во время игры, когда ты понимаешь, что ты уже в деле. Это когда ты нажимаешь эту кнопочку, и она начинает гореть красной. Это значит той в прямом эфире. В общем-то и все. Вот так вот простенько и как-то даже по-свойски обыкновенно обитают и работают футбольные комментаторы непосредственно со стадиона. Есть второй жанр — это непосредственно работа в лайве со стадионом. Также внутри этого жанра есть уже деление на работу в одиночку или же работу с партнером. Как правило, это две позиции, которые дополняют друг друга. То есть человек, который комментирует из комментаторской позиции, из комментаторской кабины, он видит общую картину матча. Он как раз таки ведущий комментатор, то есть он начинает, он задает темп и он заканчивает. А человек от бровки — комментатор, который в первую очередь ответственен за антуражные дела. Я все слышу, во-первых, что говорят друг другу футболисты, что говорят тренеры, что творится в чаше стадиона, что вообще творится вот именно прямо на моих глазах. И это все дополняет как раз таки репортаж вот какими-то антуражными и эмоциональными моментами. Ну и собственно говоря, моя рабочая позиция на сегодня выглядит подобным образом. Здесь нету вообще ничего, кроме моей гарнитуры, ну и собственно той же самой замечательной кнопочки. Как ты готовишься к матчу? В субботу у меня матч, в воскресенье у меня матч. С дня или раннего вечера субботы я начинаю к нему готовиться. С какой-то уже оперативной информацией, допустим, от пресс-служб, которые присылают, что там вот эти травмированные, эти дисквалифицированные. Ты уже как бы дополняешь картину, которая у тебя сложилась, ну вот при подготовке с вечера, например. Этого мне вполне хватает. Есть матчи некоторые, к которым вообще не надо готовиться. Ну я такой самый романтический пример приведу, например, Лигу чемпионов UEFA. Там работаешь большое количество матчей, посмотрел абсолютно все матчи турнира и так далее и тому подобное, и тут тебя назначают на финал Лиги чемпионов UEFA. Ты и так все знаешь. И какие-то лишние данные, какие-то лишняя подготовка, может быть, даже собьет тебя с панталыку, может быть, даже сделает хуже. Это вот протокол матча, он выглядит таким образом. Стартовый состав, запасные. По нему я в том числе ориентируюсь в, ну, какие-то динамичных эпизодах, когда, ну, не знаю, не могу сам понять, кто передо мной. Быстренько сюда заглядываешь, здесь тебе номер, фамилия и все на свете. Ну согласитесь, лучшие места для просмотра футбола. Лучшие просто. Это супер-вип-перевип. Как же хорошо быть комментатором. Просто заболел именно работой от бровки. Я прям кайфую. Именно вот не из кабины, а именно находясь в самом центре событий, в самой гуще событий. Ну вот последние минуты. Последние минуты перед стартом. Через две минуты начнется наш репортаж. Все уже готовы, все в предвкушении. Мне кажется, будет очень круто. Почему-то есть такая убежденность внутри. Все задают этот вопрос. Как ты их отличаешь на поле? У них у всех на спинах вот такенным шрифтом напечатаны номера. И ты, как бы, зная, видя состав команды, что под восьмым номером играет такой-то, такой-то. Ты можешь его отличить, просто рассмотрев номер на спине. Но не всегда получается рассмотреть номер на спине. Есть динамичные эпизоды, есть какие-то еще другие там дела. Футбол это позиционная игра с тонкими настройками тактических моментов. И каждый игрок на поле занимает свою позицию на поле. Абсолютно конкретно. У него есть прям рабочее место на этом самом поле. Если ты играешь опорным полузащитником, ты играешь в опорной зоне полузащиты. Просто даже исходя из рисунка, из рисунка игры, ты можешь понять, кто есть кто. Если человек бежит по левому флангу или обороняется, например, на левом фланге, это левый фланговый защитник. Левого флангового защитника в этой команде играет такой-то, такой-то парень. И ты начинаешь понимать. А путал ли когда-нибудь? Да если бы за каждый раз, когда я путал футболиста на поле, мне давали по, не знаю, по 10 рублей, я бы стал миллиардер. Я бы стал миллиардер. Конечно, случается. На это еще и влияют какие-то модные тенденции, например. Зачастую бывает так, что стали популярны какие-то прически. Половина команды с одинаковыми прическами, допустим, выходит на поле. Очень популярны сейчас вот татуировки по всему телу. Бывает такое, что два человека плюс-минус одинаковой антропометрии, которые играют на смежных позициях на поле, у них плюс-минус одинаковые прически, они оба забиты татухами. А еще и номера у них, например, какой-нибудь 18-й и 19-й. Два одинаковых чувака с одинаковыми номерами, и тут ты просто, знаешь, как вот так, закрыв глаза, так, это тот-так. Открываешь, смотришь, блин, не угадал. Сколько матчей ты комментировал? Я вот, правда, никогда не считал. У меня вообще со счетом довольно большие проблемы. Вот комментирую я не только футбол, но и хоккей. В разное время комментировал гандбол и даже биатлон. Ну, если так вот очень-очень сильно примерно прикинуть, ну, ну, давай скажем, 2000 матчей. Событий, не только матчей, это может быть гонка, это может быть еще что-то, забег, заплыв. Да, кстати говоря, плавание на открытой воде комментировал. Есть ли у тебя кумиры среди комментаторов? Есть человек, которого я бы выделил на фоне остальных. Его зовут Роман Трущичкин, он работает на Матч ТВ, это признанный, это очень большой комментатор. А человек, который обладает просто абсолютно фантастической техникой речи, культурой речи, очень тонким и в тему всегда употребленным юмором. Человек, который вот, когда я смотрю футбол просто как зритель, я вот где-то у меня прямо на подкорке сидит одно слово. Кайф. Расскажи про свой первый опыт работы. Телецентр на Шабловке. Я изначально работал там как пишущий журналист для портала спортбокс. Я вот прям смирился с мыслью о том, что я хочу попробовать работать комментатором. И я почему-то был абсолютно уверен, что это у меня просто охренительно получится. Я пошел к начальнику отдела трансляций, сказал так и так, вот хочу попробовать. Он сказал, ну окей, ладно, давай тебя прослушаем. Мне включили один тайм матча. Как сейчас помню, точно был домашний матч Монако, чемпионат Франции. После того, как меня записали один тайм, я отработал. Меня чуть-чуть помариновали. Недельки через две, через три позвонил, собственно, сам начальник отдела трансляции. Думаю, ну сейчас, все, наверное, по делу. Просто так он мне звонит. Алло, привет, я прослушал твою запись. Короче, слушай, короче, смотри. Это не то, это не так. Вот здесь мне не понравилось. Вот здесь переиграл, вот здесь не доиграл. Вот здесь дотянул, вот здесь не дотянул. Вот здесь тра-та-та-та-та. И я так, знаешь, в голове у меня просто, а этот список, он множится, 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 и там уже 10 позиций. Я такой уже начинаю как-то в голове прокручивать мысль, что, ну, братан, наверное, наверное, не твоё. Наверное, не сейчас, не сегодня, не здесь и в этих обстоятельствах. Это такой вот момент, который с тобой останется навсегда абсолютно. Вот они врезаются прям в память, и ты их уже никогда абсолютно не забудешь. Вот он наваливает, 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 ты такой, короче, вот когда будешь работать, всё это учти. И я такой, что сучить, подожди, как работать? Куда у меня теряется дар речи? Я такой, в этот момент я смог просто, знаешь, что-то промычать там. Ну ладно, окей, там что-то типа того Ну все, типа с тобой свяжутся из координации комментаторов И у тебя будет первое назначение В моем случае мой дебют был очень жестким С точки зрения условий Я когда сравниваю именно расписание матча и мотор Я понимаю, что это прямой эфир Потом я смотрю программу И он в прямом эфире России 2 То есть федерального канала Этот матч прямо еще и на федеральном канале Вот в этот момент я просто охренел Меня как-то так немножко начало подколбашивать Чем ближе к самому пиковому событию Ты все больше и больше начинаешь волноваться Я помню в день дебюта Я начал этот день с горшка И это правда было уже под гранью срыва даже По поводу Ромы Трушечкина И того, что я считаю его ориентиром для себя И одним из лучших, наверное, в своей профессии Я менял его в кабине То есть у него был матч, который Он работал, ну так же в прямом эфире до меня У нас была одна кабина Я заходил туда вот с такими вот огромными щенячьими глазами И самое лучшее, что я придумал в этот момент Я просто только на него посмотрел и сказал Роман, может вы мне скажете что-нибудь Это мой дебют сегодня Я вообще ничего не знаю Но он уже на тот момент был известным и уважаемым комментатором Говорит, ну, во-первых, первые минут 5 трансляций Ты потом не вспомнишь Ты вот самое основное Просто начни Главное, говори И вот не замолкай Первые 5 минут ты даже не вспомнишь Ты будешь в шоковом состоянии Вот эта вот большая красная кнопка, которая у тебя горит на пульте Она тебя будет ужасать Она будет казаться тебе просто порталом в ад куда-то там и что-то такое Вот 5 минут перетерпи И потом ты успокоишься Оно вот ровно так и было У тебя есть доступ на любой стадион? Это зависит от того, на какие турниры ты аккредитован То есть если ты работаешь плотно российскую премьер-лигу Тебе в начале сезона делают сезонную аккредитацию На все стадионы, на которых проходят матчи российской премьер-лиги Такая же история с первой лиги, со второй Ты должен быть на стадионе только если ты работаешь на этом матче Если ты не работаешь, это может повлечь определенные неудобства Для других журналистов, для других комментаторов и так далее и тому подобное То есть в конце концов ты будешь занимать счета места Но это элементарная профессиональная этика Я не знаю, я за всех говорить не буду, но я ее стараюсь придерживать Одна из самых прикольных вещей в работе комментатором футбольным Это то, что у тебя есть доступ в теме стау В которой нет доступа у обычных болельщиков, у любителей футбола Ну вот, например, раздевалки Это раздевалка гостевой команды А именно Красноярского Енисея Который сегодня играет здесь на арене Химки против Торпедо Очень красиво развешаны футболочки Различные атрибутики Вот, допустим, капитанская повязка И обязательный вымпел Который перед игрой будет подарен капитану команды соперников Все очень чинно, благородно Обратить внимание, как здесь кайфово Почему ты выбрал эту профессию? Это возможность просто кайфовать Настоящее безумие То, насколько сильно я люблю футбол И это с очень-очень раннего детства Что мне нравится? Ну, тут, наверное, все И я прекрасно понимаю, что у каждой, даже самой яркой обложки Есть оборотная сторона Я прекрасно понимал, что я не буду каждый день комментировать финалы Лиги Чемпионов Тоже в достаточной степени рутинная работа Но которая мне по кайфу Кризис идей, как будто бы на поле Ну, вот такой удар И ничего себе Снова громыка Громыхнул, как-то громыхнул Из-за предела штрафной площади Ну, и у Евгения Ставера Наконец-то появилась настоящая работа сегодня Наконец-то ему довелось выводить мяч Прямо с самой девятки Ну, по крайней мере, с моей позиции Казалось, что мяч летит прямиком в девяточку Как стать комментатором? Это просто максимально сложный вопрос Этому не учат Нету такой специальности Комментатор в университете Да, есть, допустим, телевизионные университеты Но там не учат на комментатор У каждого человека в этой индустрии Абсолютно уникальная история попадания в эту индустрию Кто-то был самолетным техником И в какой-то момент стал футбольным комментатором Ну, самое простое Смотри, во время футбола Просто вот ставь на мьют Телек, 15 минут на перерыв Все 90 минут Вот прям в боевых условиях абсолютно Не важно, оговорки, не оговорки Косяки, не косяки Пробуй работать все 90 минут Огоньком То есть это должно быть информативно Это должно быть весело Это должно быть развлекательно Это должно быть задорно Посади кого-нибудь рядом с собой Желательно не маму, которая в любом случае скажет Что ты молодец Все у тебя получится Нет, посади какого-нибудь чувака Который может тебя раскритиковать Ну и заключительное Это, наверное, вообще самая бескураживающая история О которой я скажу Ты должен быть в достаточной степени удачливым Потому что мало того, что этому не учат Так еще и объявлений В газете, что требуются комментаторы На туда-то-туда-то Ты не найдешь никогда Как не перебивать партнера? Называется эстафетная палочка Не должно быть ни одной секунды молчания в эфире Говорит один Вот он говорит, 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 говорит Как только он финалится Ты должен этого дождаться Сразу же он тебе передает эту эстафетную палочку Ты подхватываешь дальше Ты не обязательно обязан подхватить его мысль Но ты развиваешь это направление В котором вы двигаетесь Можно ли болеть за одну из команд в эфире? Есть, допустим, такое вот Ну, применительно комментатор Негласное правило Когда играют наши и наши Ты не можешь ни за кого болеть А когда играют наши и не наши Ты обязан болеть за наших Наши и не наши Это имеется в виду Играет сборная России И сборная Испании, например Ты не можешь быть нейтральным в этом случае Ты обязан болеть за сборную России Это естественно Играет Спартак, Москва, Динамо, Москва Несмотря на то, что ты Супер Спартач там Или Супер Динамовец Ты не имеешь права Отдавать свои предпочтения кому бы то ни было И ты должен просто отыграть этот момент эмоционально Если это бы красивый гол Ты должен сказать, что Ох, как же здорово Забил Ростов там и так далее Но ты не должен говорить Принижающее, допустим, достоинство Команды, которая пропустила Допустим, вот так вам и надо Ага, вот Ростов наш родненький Вот сейчас это только начало Готовьте, сейчас еще вам трешечку отгрузят Вот такого ты не можешь сделать Ты должен просто дать нерв Но так, сделать это так Чтобы всем показалось Что как будто бы ты Ну просто кайфуешь от гола Красиво, он классный Но при этом Не-не-не, ты не за Ростов Нет, ты не за Балтику Нет, там не за Казанский Рубин Там нет, нет, абсолютно А вот как хочешь Так и выкручивайся Из этой ситуации Как бодро комментировать скучный матч Финал Лиги Чемпионов Может быть таким Который просто ужасающий С точки зрения именно наполнения Обе команды перегорели Обе команды переволновались И просто, ну, утрированно Лупят по аутам туда-сюда А ты вот в этот, да, момент Когда на поле не происходит практически ничего Сидишь и орешь там прям Вау, ничего себе, какой-то матч безумия Я говорю, ну это же идиотизм Ну это же супер наигранная история Это супер ненатурально Абсолютно точно приведет к тому Что, ну, будет какая-то Абсолютно негативная реакция На вот эти вот дела Твоя основная задача Держать внимание публике Твоя основная задача в таком случае Если у футболистов не получается Развлекать публику Ты, я не знаю, можешь вставить В свой репортаж какую-нибудь Забавную историю расскажи Просто, чтобы человек развлекался Даже от такого матча От такой трансляции Но не стоит орать Что это супер крутой матч Потому что люди не идиоты Как ты импровизируешь? Естественно, к каждому отдельному матчу Тоже нужно готовиться Естественно, да То есть поднимать матчасть Какие-то статистическую выкладку Какие-то еще моменты Ретроспективы там и так далее И все это компоновать Вот как раз-таки в какой-то пул Твоих знаний по этой игре Насмотренность, начитанность И погруженность в тематику Это очень важно Очень важно для как раз-таки Ситуативных вещей И ты такой Опа, слушайте А помните, кстати Такое же было Вот тогда-то, тогда-то, тогда-то Вот прям один в один Вот советую вам Пересмотрите этот матч Вы просто будете удивлены тем Что насколько же одинаковыми Получились эти мячи Какие-то такие вот моменты Да, ну это я просто взял из головы Но таких моментов Как миллион и миллиард Может быть Ты Чем глубже Ты в тематике Тем круче Нелюбимая часть работы Все большие спортивные мероприятия Они ориентированы На удобство болельщиков Фанат, который пришел на стадион Он пикнул там свой билетик И он вот прям по прямой Прошел просто до своего сектора До своего места И все И у него все по кайфу Работники Это немножко другая история Грубо говоря Приезжаешь на какой-нибудь Гигантский стадион Тебе нужен вход Точнее Си-45 Который где-то Разумеется На другой стороне стадиона Не с той стороны С которой ты зашел Тебе надо фигачить 35 минут К этому входу Си-45 Потом Подойдя туда Выясняется там Что на аккредитации Нету какого-нибудь Расширения на этот матч Ты идешь еще куда-то Получаешь расширение На этот матч Возвращаешься обратно На этот вход Тебя пускают на стадион И когда у тебя суммарно Для того, чтобы Добраться до своего Как бы рабочего места Уходят 45 минут При том, что ты на месте Находишься Вот он Стадион Вот же Ребят Здесь же играет футбол Но тем не менее Внутри стадиона Ты еще 45 минут Ходишь Бродишь Туда-сюда Это немножко Иногда подбешивает Но не могу сказать Что это прям Сказывается Я такой Ай Зря сюда пошел Да не Ну это фигня Конечно Ну чуть-чуть подбешивает Любимая часть работы Да Самый любимый момент Это когда ты наконец-то Нашел свою Комментаторскую позицию Самый любимый момент В моей работе Это Чувственное восприятие Это самая работа Я не воспринимаю это Как работу Это не работа Я По большому счету Один из тех людей Который, наверное, Может сказать Что в своей жизни Ну если работал Несколько дней Ну то есть Очень ограниченное Количество времени То, чем я сейчас Занимаюсь Пусть даже Это ну реальная работа Это реальное напряжение Реальные какие-то Заботы, проблемы Там и так далее Но я не воспринимаю Это как работу Я воспринимаю это Как хобби Как крутое Время Препровождение Как Вот кайфы Какие-то кайфы Которыми я и так бы Занимался Если бы даже Меня за это Деньги там Не платили Работа, которая Как не работает От которой ты Настолько сильно кайфуешь Что не воспринимаешь Ее как Ну слышишь Работа Такой Как будто Прям Как будто так Наваливается на тебя Да, тяжело И ты вот там От пятницы к пятнице Вот с этим грузом Ходишь Не, в моем случае Это не так Я кайфую У тебя есть Проф-деформация? Есть у меня ощущение Может быть Это мои вот Ну Характеристики мои Просто личностные Но меня хрен заткнешь Это какой-то большой компанией Мы где-то Находимся Не важно Где это Дома Дача Какая-то Бар Ресторан Вы будете Слышать Только меня И в вашей жизни Буду присутствовать Только я А вот если Это просмотр Футбола Ну Тут вообще Хана А когда я смотрю Дома Например Какой-нибудь сериальчик Ну там Да Там прям По полной Программе Ой Да вы че Да ну Это то Это не так Это вообще Такого быть Не может Там И так далее Наверное Можно это воспринимать Как проводить формацию Бывают ли командировки Бывает такое Что в один месяц Может быть 12 командировок А бывает Такой месяц Когда может быть Вообще без командировок Могу наверное Похвастаться тем Что абсолютно Все европейские Футбольные Вот прям Полностью Футбольные Страны Я объехал И был там на футболе Они все очень особенные Потому что Во-первых Это все очень по-разному Во-вторых Это Отличие в том Что там Футбол Это Абсолютно Неотъемлемая часть Жизни То насколько Глубоко Вот именно Интегрирован Футбол Как культурное Явление Такое Я все-таки К величайшему Сожалению Видел Только вот В Европе Были смешные Случаи В эфире Делаем Трансляцию Женского Футбола Главный матч Тура В женском Чемпионате России Очень много Камер Очень серьезная Организация Много Людей Задействовано И так далее Сам день Матча Вроде как Когда мы туда Все приехали Солнышко светит Все здорово Градусов Наверное 22-23 Я просто вижу На горизонте Просто какой-то Апокалипсис И там Чернющие Синющие Такие Облака Которые Какие-то Просто уходят Куда-то В стратосферу И им не видно Конца и края И все В этот момент Начинают понимать Что Ох Нам будет весело Начинается матч Начинаем работать Первый тайм Проходит Вроде бы Даже без дождя Эта штука К нам еще Пока не дошла Ближе Ко второму тайму Он становится Сначала просто Обычным дождем Потом сильным дождем Потом суперсильным дождем Потом супер Гиперсильным дождем Потом это превращается В какое-то Абсолютное безумие Так что ты не видишь Я не знаю На 4 метра Перед собой Ничего Такая стена Воды У нас начинают Отваливаться камеры Одна за другим Я то Мне в уши Ну я естественно В гарнитуре Режиссер говорит Так Работаем Изначально работали В 8 камер В 7 камер Работаем Работаем в 6 камер Работаем в 5 камер Типа 2 осталось И знаешь Таким спокойным голосом Абсолютно Типа Ну это Ну ничего С этим не поделаешь Они намокают Отваливаются С одной из камер Забирался Интершум И с нее было все Очень Ну собственно Вот весь звук Стадиона Который я слышу У себя в гарнитуре Он забирается С этой камеры И тут вдруг Сначала Я слышу Прям такой Супер мощный Щелчок У себя в ушах Причем такой щелчок Он слышишь Как внутрь тебя Как будто Туп Туп Я не знаю Как-то Не знаю Передернуло меня От этого щелчка И буквально Через долю Секунды После этого Прям у меня в ушах И прям в эфире Так как С этой камеры Забирался Интершум Я слышу Ай Не прикинь Меня Током Ударило Оператор Который стоял На этой камере И причем Ударило его Там надо сказать Знатно Но самое забавное Что у меня Совершенно Отчетливо Это в ушах И самое главное Это все В прямой эфир Именно его речь Вышла на первый план То есть он был Громче меня И громче интершума То есть вот Весь этот мат Перемат И все Что он выдал в эфир Это вот все Разлетелось Куда бы то Куда бы то ни было Ну во-первых Нужно уметь Держать внимание публике Нужно уметь Развлекать публику Нужно уметь Очень четко Ранжировать информацию Которую у тебя В голове Не перегружать Твою публику И нужно уметь Может быть даже Не самую интересную информацию Заворачивать В интересную обертку Преподносить ее так Чтобы Людям Кайфанули Самое главное Чтобы люди Кайфанули Все Все ради этого Футбол Ради этого Футбол Это Развлечение Если не комментатором Кем бы ты стал Ученым Я бы очень хотел быть Астрофизиком На самом деле Заниматься астрофизикой Или вот Какими-то делами Связанными с космосом Но я слишком туп Для этого Есть очень много профессий Которые Несут прям Абсолютно Явственное благо Да Это ученые Это Люди Которые Что-то изобретают Что-то строят Спасают других людей Исследуют что-то новое Это очень важно Для Всего человечества Для прогресса И для мира Как такового Но Этим ребятам Нужно отдыхать И вот В этот момент В игру Вступаю я И Так как футбол Это одно из самых Это одно из самых Популярных развлечений В мире Я считаю Что с точки зрения Того что Людям нужно отдыхать И я их развлекаю Я тоже несу Определенное благо